Салам, Азербайджан! Для меня это огромная честь и невероятное счастье быть послом чемпионата мира в Баку, представлять мою любимую страну, можно так сказать, мою вторую родину. И я сделаю все возможное от себя зависящее, чтобы достойно представлять Азербайджан и быть самым лучшим послом чемпионата мира. Вообще, я считаю, что художественная гимнастика не настолько травмоопасна. Понятное дело, что любой профессионально большой спорт сложно обойтись без травм. Это возможные какие-то растяжения, может быть, какие-то ушибы. Это нормально, такое бывает. Призываю родителей не бояться. Обязательно отдавать девочкам художественную гимнастику. Я вообще считаю, что для девочек нет ничего лучше художественной гимнастики. Моя старшая дочь, ей сейчас на днях исполнилось 14 лет, а она занималась на самом деле художественной гимнастикой. Занималась три года и даже стала чемпионкой Москвы, подавала очень большие надежды. Ее хотели забрать уже в Олимпийскую деревню. Это там, где тренируется сборная России, чтобы она следила за старшими девочками и набиралась опыта. Но, честно говоря, в какой-то момент ей стало очень сложно. Когда пошли булавы, ленты, это, конечно, не каждая гимнастка выдерживает такого. И она подошла и сказала, что маме очень тяжело, не справляюсь с предметами. Ну и к тому же ей было вдвойне тяжелее, из-за того, что все знали, кто ее мама. И все время говорили, что Марьяша, вот ты должна быть такой же стать, как мама, или даже лучше мамы. Вот у тебя такая мама, вот у тебя такая мама. В общем, вот так. И, конечно же, ребенку тяжело, когда на него давят. Хотя все данные были для гимнастики, но этот гимнастический опыт мы использовали для балета, потому что сейчас дочка занимается балетом, имея самые лучшие данные в академии. У нее и гибкость фантастическая, и растяжка благодаря гимнастике. Вот поэтому занятия не прошли даром. Ну, конечно же, постараться не нервничать, успокоиться, вспомнить те самые важные, возможно, сложные моменты в упражнении, их проанализировать, пройти их мысленно, настроиться на хорошее выступление и получить удовольствие от него. И самое главное, что выступать для зрителей, не думать о судьях, не думать об оценках, не думать о результате, получать просто удовольствие от выступления и вот вспоминать свои опасные такие моменты, сложные, самые сложные элементы, которые, возможно, не получались, надо прямо вот в голове их постоянно прорабатывать, вспоминать о них, но именно с хорошим концом. Не думать никогда, ой, я сейчас уроню, ой, я сейчас что-то плохо сделаю. Ждем вас в Баку с 16 по 22 сентября на чемпионате мира по художественной гимнастике. Идман – гимнастика Данбаш-Лаир.